Стихами и прозой поговорим о том, как ты вошёл в мою жизнь и что из этого вышла. Ты вошёл в мою жизнь чем-то солнечным, тёплым и ярким. Перекрасила обыденность серую в розовый цвет. Ты такой настоящий. Такими бывают подарки для детей в Новый год, когда им ещё нет школьных лет. Ты вошёл как рассвет над пустынным и заспанным морем и, играя лучами, дарил красоту и мечты. Я судьбой иногда о тебе так настойчиво спорю, но всё лучшее то, что случилось со мной — это ты. Ты вошёл как закат, тень-тенской разложивший по полкам, обозначивший, что ещё много мне нужно успеть. Я так долго ищу у стуги сена простую иголку. Только, знаешь, не буду, не стану о прошлом жалеть. Ты вошёл в мою жизнь, и, пожалуйста, не оставайся. И не важно, что вместе нам быть. Ну, наверное, нельзя. Я люблю тебя очень. И нисколько не притворяйся, мне всю прежнюю жизнь не хватало такого тебя. Ты вошёл в мою жизнь внезапно. Когда я совсем не ждала, я другого любила напрасно. Тебя не заметить могла. Ты помог мне снова родиться. Я открыл мне прекрасный свет. Я снова могу насладиться. Всё окрасилось в розовый цвет. Ты помог мне снова поверить в то, что будет всё хорошо. И твой дар невозможно измерить. На душе вдруг стало легко. Я привыкла быть рядом с тобою. И я скоро тебя полюблю. Я хочу стать твоёю мечтою. Но об этом пока промолчу. Ты вошёл в мою жизнь тогда, когда я больше всего в тебе нуждалась. Вошёл незаметно, неспешно, а остался навсегда. И очень хорошо помню нашу первую встречу. По иронии судьбы ты абсолютно не был похож на мой идеал. Но всё же зацепил. Не знаю чем, не знаю когда, но я пропала. Утонула в твоих глазах твои улыбки. В тебе было что-то странное, необъяснимое и такое притягающее. Знаешь, я никогда никому не говорила, я тебя люблю. Хотя слышала эти слова много раз. Но не могла ответить взаимностью. Просто не верила. Не любила. Не пыталась полюбить. Но с тобой всё было иначе. Ты был единственным, кого искренне любила. Но признаться всё же не смогла. Всегда было ни время, ни место, ни судьба. А потом пропал смысл в этих словах. Ты отдалился, окунулся в свою жизнь, в свои проблемы. Да и я тоже. Для окружающих мы были посторонними людьми, которые по воле и судьбы вынуждены были находиться в одном месте. Но когда вокруг не было никого, начиналась совсем другая история. Мы могли часами разговаривать обо всём на свете. Кроме одного. Кроме нас. Ты всегда был рядом и одновременно очень далеко. В твоих глазах я видела тепло, понимание, участие, но слова обжигали своим холодом. Нас всегда связывала какая-то необъяснимая связь. И ты, и я это понимали, но не могли объяснить. Ты был единственным мужчиной, ради которого я готова была пожертвовать всем. Даже собственность жизнью. А потом что-то сломалось. Полтора года мы создавали видимость посторонних людей. Мне казалось, что это конец. Но совсем недавно на дисплее телефона высветился твой номер. Ты просто сказал «Привет, как жизнь?» И спросил, почему я забыла про твой день рождения. А я? Я не знала, что тебе ответить. Как объяснить, что мы давно вычеркнули друг друга из своей жизни, что каждый пошёл по своему пути. В твоем голосе слышались нотки детской обиды. Хотя я всегда считала тебя большим ребёнком. Ты сказал, что ещё позвонишь. Хотя мы оба знали, что этого не будет. И я вряд ли ещё когда-нибудь увижу твой номер на дисплее. Вряд ли услышу такой родной голос. Вряд ли увижу твои глаза. Иногда меня накрывает. Хочется набрать твой номер и сказать слова, которые я так давно держала в себе. Но я не могу этого сделать. Всё слишком трудно, слишком запутанно. Ведь я всё равно не успокоюсь. Между нами всегда будет какая-то недосказанность. Какая-то тайна, которую нам не дано понять. Я не верю, что это конец. Никто из нас не смог поставить точку. Я верю, что во всём есть смысл. Просто мы его пока не нашли. Наша история продолжается. Просто сейчас она развивается независимо от нас. Когда-то мы встретимся. Но это будет не скоро. Тогда, когда в одном месте встретятся время, место и судьба. В мою жизнь входят те, кто хочет. И кто хочет, уходит. Но есть общие правила для всех гостей. Заходя, вытирайте ноги. Уходя, закрывайте за собой дверь. Ты вошёл в мою жизнь совершенно случайно. Полови к удоверению, заметив совсем. За тобой вползли печаль и отчаяние. Несмотря на прекрасный букет хризантем, я влюбилась внезапно. Наивно и слепо. Грязь упорно не видя. Лишь свет и мечту. Тушу по-английски. Спеша, незаметно. Дверь оставив открытой. Впустив темноту. Боль заполнила душу. Жизнь стала ненужной. Но любовь помогла, возродила меня. Распахнув снова дверь, вытираешь послушно ноги. В сердце любовь благодарна храня. Ничего от тебя не жду. Ни во что я теперь не верю. Твёрдо знаю, что на беду ты в мои постучался двери. Ты вошёл в мою жизнь, как сон. Как прекрасное светлое чудо. Как тревожный душевный стон. Так откуда же ты, откуда? Умоляю тебя, вернись. Подари мне одно мгновение. Без тебя потускнела жизнь. И преследует невезение. Ты заставил меня страдать. Ты всю жизнь мою перепутал. Я готова тебе отдать все прекраснейшие минуты. Ничего от тебя не жду. Ни во что я теперь не верю. Твёрдо знаю, что на беду ты в мои постучался двери. Ты неслышно вошёл в мою жизнь. Тихо сел у моей кровати. Я кричала другому. Вернись, ты сказал мне уверенно. Хватит. Я спросила тебя, кто такой? Почему нарушаешь час муки? Ты сказал, что ты будешь со мной. Жал в руках мои слабые руки. Удивилась. Другого люблю. Для чего у меня незваные гости? Хамство этого я не стерплю. И уже клокотала от злости. Засмеялся. И, глядя в глаза, произнёс. Это я тебе нужен. А в другого влюбляться нельзя. Кстати, я приготовил нам ужин. Ты вошёл в мою жизнь, словно яркий луч света. И теперь навсегда моё сердце согрето. Я жила в тусклом мире, без тебя, без любви. Я жила в этом мире, но явился вдруг ты. Ты украсил все звёзды красотой своих рук. Мне так нужно коснуться твоих сладостных губ. Ты залечишь все раны моих прошлых потерь И откроешь мне тайную, новую дверь. Все серые будни превратились в мечты. Улыбки моей виновник лишь ты. Обнять бы тебя в ночной тишине И нежно согреться при тёплой луне. Слёз не осталось. Лишь радость в глазах Я тону в твоих сильных и надёжных руках. Ночь коротка. И так с тобою тепла Вот бы так жить день и за дня. В будущем стихами и прозой Будем говорить о наших чувствах, Счастья, успехе И о многом-многом другом. Всего хорошего вам и вашим близким. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok